Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Черневская. Детский дорожно-транспортный травматизм в России по своим показателям в три раза выше, чем в странах ЕС. Причина, которая вывели нас в лидеры – лихачи и нетрезвые водители за рулем, невнимательность пешеходов и нарушение правил перевозки детей. Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в других странах требует перестать относиться к обучению и безопасному поведению ребенка на дорогах как к второстепенному предмету. Единственное, что может спасти ребенка на дороге – это вера в запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто может в этом его убедить – взрослый человек. И единственным способом – своим личным примером. Безопасность на дорогах, соблюдение правил дорожного движения не перестает быть актуальными никогда. Каковы основные проблемы в области безопасности дорожного движения на сегодняшний день? Какие задачи стоят перед госавтоинспекцией? Поговорим сегодня на эти важные темы. Я представляю гостей в студии Виталий Валерьевич Ермаков, заместитель начальника отдела госавтоинспекции управления МВД России по городу Самаре, майор полиции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, приступим к разговору. Тема достаточно актуальна. И, как я вначале сказала, она не перестает быть актуальной никогда. Я попрошу сейчас вас назвать общую статистику аварийности по городу Самаре. И скажите, пожалуйста, в каких районах наблюдается вот как раз рост дорожно-транспортного травматизма? У нас по итогам 10 месяцев на территории городского округа Самары зарегистрировано 920 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 25 человек. 1099 получили ранения. По количеству ДТП наблюдается, ну, рост на 21 факт. По числу раненых у нас наблюдается снижение. Снижение также у нас наблюдается по числу погибшим на 15 фактов. Ну, тяжесть последствия в городе Самар и Самарской области составляет 76,76%. Аналогичный период прошлого года 5,7%. Неблагоприятная ситуация сложилась в следующих территориях города Самары. Это промышленный район, это по общему количеству ДТП. Советский район, железнодорожный район, Куйбышевский район. По раненым в ДТП у нас, в принципе, точно такая же ситуация в промышленном районе, советском, железнодорожном и Куйбышевском. По погибшим у нас единственный район, только железнодорожный. Но там пока что плюс один факт. Надеемся, что не повторится там больше. Скажите, пожалуйста, ну вот сезонность аварии, она вот все-таки имеется, да? Наступает осенний-зимний период, соответственно, темнеет рано на улицах, люди ходят в темных одеждах. Ну и многие-многие факторы связаны и с этим. То есть, да, и гололед, люди не успеют чисто психологически перестраиваться на новый режим. Скажите, в связи с этим растет количество ДТП? Да, конечно, это все влияет на ДТП. И первый снег, и первый гололед. Некоторые граждане не успевают переобуть транспортные средства. Ну, как бы мы ведем борьбу с этим, предупреждаем данных водителей о том, что уже наступила пора переобуть транспортные средства и чтобы поставить зимние шины. И, соответственно, в связи с этим происходит большое количество ДТП, в которых есть и раненые, и пострадавшие, и в том числе и дети. Да. Вот как раз на эту тему у нас есть сюжет. Вступили новшества в ГИБДД, как раз касаемые зимней резины. Моя коллега Светлана Кладошова сняла этот сюжет, и давайте его посмотрим. Борис Кобзев за рулем почти 40 лет. Несмотря на внушительный опыт вождения, еще до начала календарной зимы переобувает свой автомобиль. Причем не из-за опасений быть оштрафованным. Я перебываюсь не из-за штрафов, а для того, чтобы не допускать опасную ситуацию на дороге. И перебываюсь намного раньше, ну, где-то за две недели до 1 декабря. Даю совет, что перебываться нужно все четыре колеса и своевременное. С начала декабря вступили в силу изменения в технический регламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Без нормативного акта следует, что летом запрещается использовать только шипованную резину, а с начала декабря по конец февраля разрешается передвигаться только на зимней резине. Чтобы я посоветовал, в первую очередь в настоящее время необходимо переобуть шины, одеть зимний вариант. И многие водители, я отмечаю, и это видно, со стороны уже это сделали и готовы к зиме. Инспекторы управления ГИБДД города Самара регулярно выходят в профилактические рейды. Сотрудники полиции напоминают водителям о необходимости переобуться. Знаете, да, что с 1 декабря водители транспортных средств должны переобуваться на зимнюю резину? Да. У вас все в порядке? Вы успели? Все четыре колеса переобулись. Все, слива пути. Хорошего дня. До свидания. По новым правилам водитель обязан заменить все четыре колеса, а не ограничиваться полумерами. На переднюю ось ставить зимнюю резину, на заднюю оставлять летнюю. Это чревато аварийными ситуациями. Ну, чаще всего, вот та ось, которая у нас летняя, ну, задняя, да, в нашем случае, это всегда скольжение задней оси, в простонародье это называется занос. Вот, соответственно, с этим заносом, который эволюционирует во вращении, водителю предстоит бороться. Он будет неожиданный, он будет очень интенсивный, поэтому большинство водителей редко с ним готовы бороться. Валерий Скольников наглядно демонстрирует, что может произойти с автомобилем в случае, если водитель поменял только два колеса. По новым правилам сотрудники госавтоинспекции вправе прибегнуть к административному наказанию. Размер штрафа для непереобувшихся составляет 500 рублей, но пока главная задача полицейских – напоминать водителям об изменениях в регламенте Таможенного союза и необходимости их соблюдать. Продолжаем разговор. Виталий Валерьевич, скажите, пожалуйста, какие вообще дорожно-транспортные происшествия преобладают в основном на территории нашего города? На территории нашего города ДТП – это связанные с неудовлетворительными условиями дорожного полотна, с содержанием обустройства уличной дорожной сети. В таких ДТП совершено 369. Наезды на пешеходов – их совершено 347. Столкновений – их совершено 367. Соответственно, по вине водителей допущено порядка 81,6% ДТП. По вине пешеходов – меньше, 14,1%. Наезды на пешеходов составили 37,7%. ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии тоже имеют место быть и процент не очень большой – 1,7%. Наезды на препятствия составляют 4,9%. По итогам, 801 ДТП зарегистрировано, по вине водителей, рост на территории допущено советского промышленного железнодорожного района. По погибшим рост составляет советский железнодорожный и кубишки район. Благодаря принятым мерам нам удается в отчетном периоде добиться положительной динамики в снижении числа наездов на пешеходов. И оно составляет в этом году 295 фактов. В аналогичном периоде прошлого года таких фактов было 319. То есть рост общего числа ДТП отмечен, конечно, на тех же территориях советский, красноглинский и кубишский район. Да. Вот давайте теперь о каждой категории дорожно-транспортных происшествий мы поговорим отдельно. Я предлагаю начать с ДТП участием пешеходов. Опять же, что показывает статистика? Какие основные нарушения? Ну, несмотря на то, что наезд на пешеходов продолжает быть доминирующим фактом на территории города, положительная динамика все же есть. В снижении аварийности наблюдается и наезд на пешеходов. Наряду с этим следует обратить внимание на негативный момент, связанный с ростом количества погибших в данном виде ДТП. А именно таких фактов у нас в данном году плюс 2. Рост данного вида ДТП зафиксирован на территории Кировского района, Ленинского и Железнодорожного района. ДТП с участием несовершеннолетних за 10 месяцев в текущий год. Наверное, уже другой вопрос. Нет, нет, нет. Давайте продолжим. Как раз ДТП с участием несовершеннолетних. Вот где отдельная категория граждан, на которую, конечно же, стоит обратить внимание. Давайте приведем цифры статистики. За 10 месяцев в текущий год на территории городского округа Самара задействованы 125 ДТП с участием детей, в которых пострадали 128 несовершеннолетних. Один ребенок из них погиб. Но по погибшим у нас динамика равна, наверное, прошлому году также. То есть мы не допустили роста по погибшим детям. Но, кстати, здесь огромную роль играет и, конечно, профилактическая работа, которую проводит ваша служба, служба пропаганды. Не раз выходила вместе с ними в различные рейды. И рейд по пешеходному переходу также не исключение. Давайте посмотрим один из таких последних рейдов. Госавтоинспекция Самара провела очередной профилактический рейд с участием пешеходов и автомобилистов. Дмитрий Инкин, водитель такси, за рулем больше 15 лет и особое внимание уделяет людям, которые переходят дорогу. Это залог безопасности для всех участников движения. Я всегда пропускаю пешеходов, потому что я соблюдаю правила дорожного движения и уважение к людям, соответственно, самое главное. Прежде чем вступать на переход, следует убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности. Осенью пешеходы должны быть еще более осторожны. Желательно носить одежду светлых тонов, чтобы не сливаться с темным полотном дороги и, конечно, использовать на одежде световозвращающие элементы. На территории города Самары за 10 месяцев текущего года произошло 920 дорожных трассов происшествий, из которых 347 – это наездные пешеходы. То есть, в принципе, это 30% от общего количества ТП. На дорогах Самары для безопасного вождения создают все условия. В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение качества городской среды, создают островки безопасности на пешеходных переходах, устанавливают светофоры и другие элементы освещения, размещают искусственные неровности на проезжей части, вводят ограничения скорости движения транспорта. При проведении рейда сотрудники госавтоинспекции напомнили как водителям, так и пешим участникам о соблюдении норм дорожной безопасности. Продолжаем разговор. Скажите, а вот какая проводится профилактическая работа с детьми непосредственно? С детьми у нас проходит постоянная профилактическая работа. У нас пропаганда, как вы заметили, она на постоянной основе появляется в школах, значит, проводит разные занятия различные, также и с взрослыми, с родителями данных детей, которые, соответственно, являются как бы основным приоритетом, наверное, взрослые, являются... Самым главным примером для своих детей, конечно. И у нас даже есть такой момент, что дом, дорога, дом. То есть в начале Нового года учебного мы советуем родителям, чтобы они напомнили детям о той же дороге, по которой они постоянно ходят в школу, домой, чтобы они им напомнили, значит, пешеходный переход, по которому нужно переходить в проезжую часть, также сигналы светофоров. Большинство ДТП у нас происходит, это с детьми, которые, наверное, с 9 по 11 класса, которые уже самостоятельно могут, соответственно, ходить в школу без родителей. С такими детьми тоже, соответственно, мы проводим беседы. И как бы... Основные причины вот тех детей, которые попадают в дорожно-транспортное происшествие, вы, наверное, сейчас имеете в виду пресловутые капюшонные наушники, когда они переходят дорогу элементарно, из-за капюшона не видят приближающийся автомобиль, а из-за наушников не слышат его. Ну, это имеет место быть, но и также имеет место быть ребенок, он, если бежит за мячиком, если у него мысли, в мыслях мячик. Да. Мячик. И он не обращает внимания на дорогу в этот момент, поэтому тут даже сигналы водителя могут его не отвлечь на машину, которая движется с той или с иной стороны. И он будет думать только о мячике, за которым он бежит. Это, думаю, имеет очень большую степень, потому что ребенок, это все-таки, ну, тут, наверное, в первую очередь нужно внимательнее быть водителем, потому что дети также, они перебегают дорогу за машиной, перед машиной, и водитель не всегда может остановиться в тот момент, когда, соответственно, бежит ребенок даже. Да. Это называются дорожные ловушки, и такие рейды проходят также регулярно. Вот, напомню, да, резонансный случай был у нас этой осенью на улице Краснодонской, где под колесами автомобиля погиб ребенок, и мы там же с вашими коллегами провели очередной рейд, и как раз рассказали, выяснили причину и указали на эти дорожные ловушки. У нас есть как раз сюжет. Я напомню, что это происходило осенью, поэтому вот сюжет из нашего архива. Пожалуйста, внимание. В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Дорожные ловушки». Нередко дети, катаясь на самокатах или велосипедах во дворе или перебегая дорогу, попадают в аварии. Такие случаи произошли во дворе дома номер 7 по улице Краснодонской. С начала года на данном участке произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два ребенка и один погиб. К сожалению, дети все были виновниками и переходили проезжую часть в неустановленных местах. Возраст детей 4, 6 и 10 лет. Вера Ливанькова ежедневно гуляет с внуком на детской площадке во дворе этого дома. Как произошел тот роковой несчастный случай, видела. Говорит, дети часто бегают с одной площадки на другую и заигрываясь не понимают, что оказались на проезжей части. Чтобы подобные происшествия не случались, родителям нужно не терять бдительность во время прогулок с детьми и не оставлять их одних во дворе. Пять человек прибежали, детей маленьких, в пределах 8 и меньше лет. Все гуляли, бегали, прыгали. Потом они куда-то побежали, убежали, а потом случилось ЧП. Приехала милиция, приехала скорая. Сотрудники госавтоинспекции Самара провели с родителями и детьми профилактический рейд и в очередной раз напомнили, чтобы избежать аварии во дворах, необходимо рассказывать детям, как нужно вести себя на прогулке. В том числе контролировать скатание ребят на самокатах, велосипедах и не подпускать близко к проезжей части. На дорогах Самары для безопасного вождения создают все условия. В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение качества городской среды, создают островки безопасности. На пешеходных переходах устанавливают светофоры и другие элементы освещения размещают искусственные неровности на проезжей части, вводят ограничение скорости движения транспорта. Когда я вижу ребенка, я всегда предварительно метров за пять, за семь притормаживать уже начинаю, опасаясь, потому что дети не особо соображают. Они могут выскочить и не на зебру, то есть они могут просто пробежать где-то так. Ну как-то так. За мечом могут выбежать дети. Соответственно, стараемся заранее притормаживать. По статистике, регулярные профилактические мероприятия способны снизить число ДТП с участием детей и сформировать у ребят культуру поведения на дорогах. Итак, продолжаем разговор. Расскажите, пожалуйста, вот как складывается ситуация с водителями, севшими за руль в состоянии алкогольного опьянения, возможно, наркотического. Какие меры профилактики вы применяете? Ну и, конечно, как выявляют таких водителей? В основном таких водителей мы выявляем при рейдовых мероприятиях, нацеленных именно на выявление лиц, находящихся в алкогольном опьянении, либо в наркотическом опьянении. Тут происходит выставление нескольких экипажей ДПС, и они в большинстве массово останавливают транспортные средства, не обращая внимания в основном на документы, потому что это идет целенаправленное мероприятие на выявление нетрезвого состояния, и смотрят самочувствие водителей, которые передвигаются за рулем. Да, очень много выявляем в этих рейдовых мероприятиях водителей, которые... Ну, такие рейды, как правило, проходят, наверное, вечером все-таки, в тем время суток, да? Но я не могу не задать вам вопрос, потому что я водитель с многолетним стажем, и также мне приходилось... Останавливали сотрудники ГИБДД именно очень рано с утра, когда открываешь окно, и вот сотрудник ГИБДД очень-очень близко, да, с тобой разговаривает, понятно, зачем он это делает. Скажите, вот как должны проходить с правоохранительной точки зрения, разумеется, вот именно такие мероприятия, такие рейды? Такие рейды в основном... Это, кстати, рейды? По утрам? Да. Большинство есть граждан, которые употребляют алкоголь, но вечером не выезжают, и, соответственно, они с утра могут ехать также с... Последствиями. Последствиями, да. Вечерних застольях. Вечерних застольях, да. И я даже могу сказать, что в утреннее время бывает какие-то дни больше количества граждан, которые попадаются в алкогольном опьянении. Как должно проходить выявление вот такого нарушения? Ну, есть несколько признаков у водителей, по которым инспектора выявляют признаки алкогольного опьянения. Это покраснение глаз. Это неустойчивая походка, если он выходит из машины, предъявляя документы. Ну, и характерный запах, да. Запах характерный, соответственно, да. Так, хорошо. Ну, все-таки, о чем говорит эта информация? И, кстати, вот по поводу статистики вы не озвучили по состоянию алкогольного опьянения. Растет ли число вот таких нерадивых водителей? Ну, давайте напомним, конечно, о последствиях. Что будет, если человек придвигается в состоянии алкогольного опьянения за рулем? Статистика ДТП в состоянии алкогольного опьянения у нас идет снижение, потому что идет большое выявление данных лиц именно сотрудниками нашими. поэтому у нас допущено всего 9 ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Погибших в данном ДТП нету, ранено всего 12 человек. Снижение идет в этом году. Соответственно, за данные нарушения предусмотрено лишение водительского удостоверения, за повторность данного нарушения также предусмотрен административный арест, либо уже уголовная ответственность. Плюс сейчас в этом году началась такая тенденция, что мы осуществляем постановку транспортных средств на штрафстоянку и после этого уже суд забирает это транспортное средство у данных граждан. Скажите, где-то проскочила информация, она мне еще попалась на глаза. Провергните правды это или нет, что если допустим человек попался в состоянии алкогольного опьянения, вторично он уже будет сдавать на права, чтобы их соответственно получить. Так ли это? Да, все верно. Он после окончания срока лишения, если это алкогольное опьянение и соответственно он проходил в больнице освидетельствования, то значит в обязательном порядке ему нужна медицинская справка для того, чтобы сдать на водительское удостоверение, чтобы его получить назад и также он приходит в РЭУ для повторной сдачи теоретического экзамена. Спасибо большое. Итак, давайте еще раз напомним про рейды контроля трезвости, как они проходят, как часто они проходят. И вот, кстати, тоже буквально недавно на глаза попала статистика, почему-то цифры все время одинаковые. За неделю сотрудники госавтоинспекции выявили там 60, 62, 63, 64, 60. Вот такие цифры. Верна ли эта информация? Почему вот она такая стабильная, кстати? Ну нет, она не стабильная, она всегда как бы каждая неделя колеблется. Она по-разному бывает. То есть, ну вот могу сказать, что, например, первым батальону в этом году оформлено 1418 пенок. Это за какой период времени? Это за период 10 месяцев. 10 месяцев. Меня интересует месяц, неделя? Соответственно, ну по неделям, если брать, ну где-то от 40 до 50 вот в этих пределах. Ну, соответственно, если брать месяц, то мы уже это умножаем на 4 или на 5. Спасибо. Итак, давайте поговорим вот еще о таком важном моменте. Госавтоинспекция периодически напоминает о своевременной оплате штрафов. Скажите, пожалуйста, какие неприятности будут у злостлых неплательщиков? У злостлых неплательщиков к ним применяется статья 20.25, это неоплата административного штрафа в срок. И, соответственно, суд уже дальше принимает решение либо увеличить в двойном размере данный штраф, либо также наложить административный арест на данного водителя. Но в большинстве случаев суд все-таки склоняется к увеличению штрафа. Ну, а то есть в любом случае, если ты не оплатишь штраф и все сроки пройдут, то будет арест на личные банковские карты. И в любом случае штраф спишется. То есть лучше заплатить. Тем более, что, на мой взгляд, такое вот достаточно уже не новшество, но тем не менее это действует, когда можно оплатить с 50% скидкой, особенно если ты попал на какой-нибудь такой солидный штраф в размере 5000 рублей. Да, конечно, 50% есть скидка. Так, значит, ну что же, будем заканчивать наш разговор. Ну и, конечно, логичнее будет закончить. Все-таки расскажите, пожалуйста, какая борьба госавтоинспекции ведется с пробками на дорогах Самары? С пробками на дорогах у нас ведется ежедневная борьба. Значит, у нас скоро уже должно произойти, наверное, такое хорошее событие, это светофоры перейдут в режим автоматизированного переключения. Это, как бы, уже запланировано. То есть, если скапливается большое количество машин, правильно я понимаю? Они будут работать автоматически. То есть, если где-то скапливаются машины, то, значит, соответственно, предыдущий светофор будет включать красный сигнал светофора, чтобы пропускная способность увеличилась. И это будет в основном у нас на таких больших улицах, как Новосадовое, Московское шоссе. На больших магистралях. На больших магистралях, где, соответственно, уже они автоматически будут работать светофоры, и тем самым, я думаю, что все-таки уменьшатся такие пробки, которые иногда бывают у нас в городе. Да. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо за ваши компетентные ответы. Конечно, хочется, чтобы с каждым разом статистика была все меньше и меньше. И предоставляю вам заключительное слово, что бы вы хотели пожелать всем автолюбителям города Самары. Ну и пешеходам, конечно. Я хотел бы пожелать пешеходам, во-первых, это, наверное, все-таки переходить в положенном месте на разрешающий сигнал светофора в обязательном порядке. Если вы переходите с детьми, повторяйте им, учите их, как это нужно делать, зачем это нужно делать. Ну а водителям я хотел бы пожелать удачи и всем, наверное, счастливого нового года наступающего. Всего хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». И сегодня у меня был в гостях Виталий Валерьевич Ермаков, заместитель начальника отдела госавтоинспекции управления МВД России по городу в Самаре. Всего хорошего. Ну и ни гвоздя, ни жезла. Пока.